Уважаемые коллеги, в статье 37 мы сказали, что медицинская помощь оказывается на основе, медицинская помощь организуется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, и программа госгарантий тоже формируется с учетом порядков и на основе стандартов медицинской помощи. Вот сейчас меняются слайды, да? Да, да, видны. Коллеги, это наш основной слайд, который увязывает все сегодня существующие документы. Хочу напомнить, что клинические рекомендации у нас не являются нормативным документом, хотя их наличие, их основы прописаны в законодательстве. А от клинических рекомендаций у нас формируются критерии качества, у нас формируются стандарты, у нас с учетом клинических рекомендаций должны формироваться порядки оказания медицинской помощи, а на основе стандартов формируются клинико-статистические группы и в конечном итоге программа госгарантий. Хочу сказать, что Министерство здравоохранения сейчас и Фонд обязательного медицинского страхования очень большую роль начинает оказывать вот именно внедрение этой схемы, причем не только на уровне КСГ, но и на уровне высокотехнологичной медицинской помощи. И поэтому, уважаемые коллеги, нам предстоит очень большая работа с точки зрения конкретизации, повышения прозрачности оплаты медицинской помощи и по КСГ, и по ВМП. Но это отдельная история. Два слова. Клинические рекомендации сегодня определенным образом преобразуются в стандарты медицинской помощи, которые в соответствии с законодательством включают услуги, лекарственные препараты, медицинские изделия и питание. Формально сегодня тот стандарт, который утверждается Министерством здравоохранения и Минюстом, носит ту же структуру, к которой мы привыкли там с 2012 года. То есть это экселевская таблица, которая включает несколько закладок, которые описывают то или иное заболевание. Однако на моменте преобразования клинических рекомендаций в стандарты проводится очень большая работа командами главных специалистов, коллегами главных специалистов и нашим центром с точки зрения превращения клинических рекомендаций в стандарты через так называемые стандартизированные модули. И вот здесь на картинке показано, что одно заболевание превращается в дикое количество вот таких вот стандартизированных модулей, которые состоят из лекарственных препаратов, услуг, питания и медицинских изделий, имплантируемых в организм. То есть сегодня стандарт, который, то есть клинические рекомендации, которые через стандартизированные модули фактически формируют стандарт. Но если раньше стандарты заполнялись в конечном документе, в тех таблицах, к которых мы раньше привыкли, то сегодня в конечном варианте стандарты изменить ничего нельзя. он является агрегированной моделью комбинации этих стандартизированных модулей, которые прописаны на основе тунических рекомендаций. И стандартизированные модули на основании того, что туда вошло, на основании частоты тех технологий, которые туда вошли, кратности и стоимости схлопываются, исходя из их частоты, и появляется вот этот вот агрегированный стандарт. И плюс этого состоит в том, что эксперту, который формирует стандартизированный модуль, намного проще описать экспертность на основе своей экспертности, кратность, наполнение и так далее, чем в агрегированном стандарте, который фактически покрывает все заболевание полностью. Таким образом, клинические рекомендации через методы лечения, через стандартизированные модули, выходят на КСГ, которые группируют сходные по стоимости и по профилю стандартизированные модули. Таким образом, стандартизированный модуль фактически сегодня является законченным случаем лечения, который оплачивается системе ОМС по клинико-статистическим группам. Два слова. Что такое КСГ? Говорю эту ситуацию почему? Потому что сейчас, уже сегодня говорили, два дня назад в Думе возникал этот вопрос, вчера Росконгресс постоянно идут письма о том, что система КСГ плохая, что система КСГ не позволяет финансировать инновационные препараты и так далее, и так далее, и так далее. Коллеги, система КСГ – это та система, которая работает практически во всех разных странах. Австралия, Канада, Швеция, Германия, Франция, Канада и так далее. Все страны с государственной системой финансирования, с страховой системой, как Голландия, все используют КСГ как метод оплаты медицинской помощи. Почему? Это усредненная оплата медицинской помощи, которая подразумевает, что определенный тариф финансирует и более дорогие случаи лечения, то есть, которые больше тарифа, и менее дорогие случаи, которые меньше тарифа. Тем не менее, именно усреднение позволяет плюс-минус вкладываться в те бюджеты, которые есть. Эволюция клинико-статистических групп Российской Федерации. 2014 год, 2022 год. Коллеги, мы должны с вами понимать, что у нас когда-то было три группы КСГ. Всего три группы. Сегодня они 4, 5, 10, 13. Сегодня еще увеличили 17. Что такое увеличение количества групп? Это значит уменьшение пределов группы. И, соответственно, лечение становится более целевое, более приближенное, и дельта профитности, маржинальности становится меньше. Москва, как пример, сделала так, что она оплачивает при 6, а в следующем году при 10 заболеваниях, фактически по схемам, то есть по медико-экономическим стандартам. Ну, не совсем, но тем не менее. Это здорово. Это позволяет повысить доступность и дорогих лекарственных препаратов. Но, уважаемые коллеги, Москва вложила в свою систему оплаты медицинской помощи по онкологии 30 миллиардов рублей. Если Россия в 10 раз больше, чем Москва, то мы должны дополнительно получить, погрузить в систему 300 миллиардов рублей, чтобы быть так же, как Москва. Хочу сказать, что крайне мало стран, крайне мало схем лечения сегодня оплачивается по схемам. Есть различные комбинации в мире, которые, наверное, мы в следующем году будем обсуждать, чтобы усовершенствовать эту систему. Но все те пожелания, предложения, жалобы, которые приходят от фармкомпаний, от ассоциаций пациентов, от ассоциаций врачей, они связаны с тем, что, первое, инновационные препараты недоступны, потому что тариф не покрывает стоимость схемы. Коллеги, но в этой группе ровно столько, сколько не покрывает, есть ровно столько, которые покрывают с лихвой. Поэтому в этом основной принцип КСГ. Посмотрите на этот слайд. Количество МНН. 20-22 год. Количество МНН ряд исключены в 21 году, потому что сегодня в систему КСГ оплаты не входят препараты, не включенные в ЖНВЛП. И это абсолютно системное и не случайное решение. Те препараты, которые входят в ЖНВЛП, это препараты, у которых оценена клиническая эффективность, экономическая эффективность и зафиксирована цена. Те препараты, которые не входят в ЖНВЛП, играют в свою игру. Они не оценены. Заявители их не подают. Мы не знаем, что это за препараты с точки зрения того, что государство не провело их экспертизу. Поэтому цена у них не зарегистрирована, они делают с ценой все, что угодно. Поэтому они исключены, и это абсолютно системное решение. В 22-м году исключены еще 2 МНН, которые не прошли клинические рекомендации. Вот количество схем, которые было, которые есть и которые будут в следующем году. Опять же, все это происходит на основе гармонизации с клиническими рекомендациями, которые постоянно меняются. Мы сегодня говорим, что система КСГ все время меняется. А почему мы не говорим о том, что клинические рекомендации все время меняются? Мы не говорим о том, что цены на препараты меняются, что ринетерапия меняется, что новые нозологии, для которых появляются показания. И это неизбежно ведет изменения КСГ. Не успевает государство за изменением регистрационных удостоверений препаратов, а препаратов, соответственно, не успевает за их включением в ЖНВЛП, потому что у государства есть год планирования. Поэтому мы не можем с системой играть чаще, чем в год. Поэтому, к сожалению, вот такая ситуация происходит и будет происходить, и мы к этому должны быть готовы. Как происходит расчет стоимости лекарственных препаратов? Ну, я думаю, что коллеги все знают, это стоимость, это длительность цикла, это режим дозирования, это доза, способ введения. И на основании флаконов. Здесь очень интересная вещь. Сегодня индустрия, сегодня медицинские организации говорят о том, что вы оцениваете стоимость по миллиграммам, а мы их покупаем по флаконам. Правильно. Было совещание у Горьковой по этому поводу, и главный специалист, Кивиди Иван Сокрович, сказал, уважаемые коллеги, организуйте нормальную схему маршрутизации пациентов, и тогда у вас не будет таких проблем. Понимаем, что это непросто. Понимаем, что не все заболевания сегодня представлены в большом количестве, чтобы можно было объединять пациентов. Поэтому на следующий год мы будем рассматривать возможность для ряда препаратов, которые применяются в редких случаях, сделать их по флаконам. Но каждое изменение, о котором сегодня говорится в каждом письме, можно просчитать и вывести на количество денег дополнительно, которые должны быть введены в систему. Коллеги, в 2019-2018 году мы рассчитывали потребность в онкологической службе. И с этими данными, которые были просчитаны на основе стандартов, на основе тех клинических рекомендаций, которые были разработаны в 2018 году рабочей группой, были сформированы предложения, и с ними министр здравоохранения Скворцова Вероника Игоревна ходила к президенту, к премьер-министру, к министру финансов и выбила деньги. И это было здорово, и это был колоссальный приход денег. Но с тех пор очень многое изменилось. Те препараты, которые были в 2018 году в ЖНВЛП, они держат цену через механизм ЖНВЛП, а новые препараты реферируются по тем ценам, которые есть в мире, на основании курса, который меняется. Поэтому приход новых препаратов, расширение нозологии, все требует увеличения денег, а денег не происходит увеличения. Поэтому система живет в том режиме, в котором она живет. Мы с вами напичкиваем туда новые технологии, новые препараты, а денег-то не становится больше. Поэтому и возникают все те проблемы, о которых говорим, что медицинские организации начинают выбирать более маржинальные препараты. Посмотрите на эту схему. Это распределение препаратов по стоимости. Левый слайд показывает от нуля, как распределяются, а правый – от более чем 100 тысяч. Посмотрите, сначала в дешевом сегменте количество схем очень большое, а вот если вы посмотрите в самое дорогое, 500-600, то вы увидите, что там всего три препарата. И, конечно, когда есть один более дорогая схема, извините, не препарат, а схема, другая, менее дорогая схема, то как ты их не укладывай, всегда тот, кто дорогой, он будет дефицитный, а тот, кто более дешевый, будет профитный. Мы пытались дозировать, переносить и так далее, и так далее, но как только мы что-то сделаем, кто-то оказывается в дамках, а кто-то проигрывает. И всегда будет тот, кто будет недоволен – компания, всегда будет тот, кто будет недоволен – пациент, всегда будет тот, кто недоволен – врач. И начинаются письма. Ровно как только кто-то попадает в дефицитную зону, сразу как мгновение дирижерской палочки, мы начинаем получать письма от всех заинтересантов процесса. Врачи заинтересованы доступ к схеме, пациенты заинтересованы доступ к схеме, индустрии заинтересованы продажей своих препаратов и удержания рынка. Никто не пишет письмо в компанию. Уважаемая компания, чтобы стать более профитной или менее дефицитной, уменьшить деньги на свой препарат, у тебя увеличится количество. Но это почему-то не обсуждается. Все нарекания идут государству. Как же так? Новая схема оказывается дефицитная. Когда начался этот процесс? Два года назад. И когда Центр экспертизы контроля качества обвинили в том, что мы подтасовываем ситуацию в пользу тех или иных препаратов, а принцип нашего учреждения. Перед тем, как что-то сделать, прописать правила игры. Мы пригласили математиков от нашего замечательного университета. Был разработан подход, который называется кластерный анализ. Те, кто знакомы с математикой, это очень известный, широко используемый метод. Не буду рассказывать, как он работает, но это метод, который позволяет ранжировать, исходя из тех количеств групп, которые мы согласовываем с Минздравом и Фондом обязательного медицинского страхования. Мы говорим, какое количество групп и количество групп каждый год увеличивается. Доступность препаратов каждый год увеличивается. Но мы не можем в одномоментно, без увеличения количества денег, сделать, чтобы все препараты были профитные, чтобы они полились векой. Такое невозможно. И мы все с вами должны быть ответственны и понимать эту ситуацию. Кластерный анализ сам распределяет препараты. Если ко мне кто-то приходит заинтересант, врач, пациент, больной, индустрия говорит, как же так? Коллеги, я не могу руками взять и перевести один препарат из другой группы. Как только я это переведу руками, во-первых, я нарушу систему, а во-вторых, тут же всплывет другой, который оказывается непрофитный, и он тут же напишет о том, что я коррумпированный, что я делаю это в ручном режиме, и тут же пойдут письма только с другой стороны. Поэтому не могу сегодня я лично ничего изменить. Я бы хочу, чтобы все это понимали, что сегодня работает машина. И если мы с вами говорим, что машина плохо работает, я с вами готов согласиться. Но я прошу, чтобы тогда кто-то, кто знает лучше, чем фонд обязательного медицинского страхования, чем Минздрав и наш центр, предложит другую систему, которая позволит ранжировать схемы лечения с тем, чтобы все были профи. Вот посмотрите, принцип разделения групп. И посмотрите, у нас до 100 тысяч рублей 7 групп, а выше 100 тысяч 10 групп. Но если вы посмотрите, ну это распределение групп по... Сейчас. Если вы посмотрите, вот это распределение КСГ круглосуточный стационар, как сегодня до 17 группы, и КЗ планируемый по этим группам, по всем КСГ. И вот планируемый тариф, исходя из средней базовой ставки, которая определяется, от 9 тысяч до 700. Это дневной стационар от 6 тысяч до 788. Это мы сказали количество групп, которые распределяются по схемам. И теперь вопросы, которые нам все время поступают. Вы ограничиваете доступ инновационных схем. Как уйти от маржинальности в оплате по КСГ? Почему тариф не покрывает схему лечения? Почему такой высокий дефицит покрытия схем? Давайте сократим дельту дефицитности и профицитности до 5%. Давайте увеличим количество групп КСГ. Определите отдельные группы КСГ для дорогостоящих препаратов, и для них сделайте отдельную группу КСГ. Давайте оплачиваем дорогостоящие схемы, как в Москве. Это те предложения, квинтэссенции тех предложений, которые мы получаем. Коллеги, каждое из этих предложений очень легко просчитать, и, наверное, мы просчитаем. Чтобы мы сказали, как уйти от маржинальности до 5%, это стоит столько-то денег. Здесь еще нет флаконов. Чтобы перейти на флаконы, 30% надо увеличить. И так далее, и так далее, и так далее. И мы должны понимать, что когда вы говорите, несовершенность системы КСГ, коллеги, не к нам вопрос. Вот параметры модели КСГ, круглосуточный стационар. Вот посмотрите сегодня по базовой ставке, по средней базовой ставке. Планируемые тарифы. В первой по 17-ю группу планируемый тариф от 9 до 707 рублей. Минимальная стоимость схемы лечения от 4,686, 14. И вот дельта, которую мы показываем. Дельта максимальная и минимальная. Она здесь 181, самая большая. Это в самой дорогой 17-й группе. Ну и, соответственно, недофинансирование. И то, что мы... То же самое в дневном стационаре. Вот дельта. От 11 до 333. Но мы ничего не можем сделать, потому что у нас самая дорогая группа имеет всего, видите, 4 схемы. И эти 4 схемы, по-другому их невозможно уложить. Либо надо делать действительно для этих 4 схем делать отдельные тарифы. Но как только мы сделаем... А не отдельный тариф, а отдельные группы. Но как только мы сделаем отдельную группу, сразу количество выписки этих препаратов резко увеличится. И бюджет резко увеличится. Вот посмотрите на эту схему. Распределение доли случаев в разделении противопухолекарственной терапии. В 2021 году мы видим, что до 7 групп со стоимостью до 100 тысяч рублей составляют 80% госпитализации. А 6 групп со стоимостью более 100 тысяч составляет 60%. Коллеги, мы должны понимать, что сегодня, безусловно, происходит крен в пользу эффективности химиотерапии и таргетной терапии. Да, действительно, сегодня эффективность этих препаратов становится намного больше. Но мы не можем сделать нашу систему здравоохранения, чтобы в рамках оказания онкологической помощи мы с вами финансировали только лекарственные препараты. У нас лекарственные препараты съедают очень большое количество средств. И нам с вами в рамках ВМП на следующий год предстоит отстоять позиции хирургии, которые находятся в дискриминационном положении по сравнению с фармой, по сравнению с лекарственными препаратами. Поэтому мы должны понимать и уметь балансировать эту ситуацию. Вот опять же круглосуточный геннодистационар 2021-2022 год. Средневзвешенное значение дефицита стоимости схемы по группе и профицита по группе среднее. Оно уменьшается. Мы, увеличивая количество групп, уменьшаем средневзвешенные дефициты. Но они остаются и будут оставаться. Потому что, еще раз говорю, это основа клиника статистических групп. Поэтому, уважаемые коллеги, заканчивая свое выступление, хочу сказать, что мы должны понимать, что у нас сегодня стандарты медицинской помощи, которые формируются, позволяют нам с учетом их просчета на основе клинических рекомендаций, регистрационных удостоверений, новых препаратов, технологий, тестирования, позволяют просчитать прогнозно, какое количество средств надо на лечение, скажем, онкологических заболеваний. Но, коллеги, денег этих нет. Поэтому, к сожалению, для балансировки того, что надо и что есть, запускается механизм клинико-статистических групп. И, конечно, усредненный механизм, балансирующий механизм. Потому что ни в одной стране мира нет столько, сколько нужно. Ну и последнее хочу сказать, что мы сегодня с вами о Галтело готовим клинические рекомендации. Что я хочу сказать под словом о Галтело? Как только появляется новая технология, неважно, сколько она стоит, главное, чтобы она имела клиническую эффективность, доказанную клиническую эффективность. Мы тут же погружаем клинические рекомендации. Коллеги, в мире такого нет. Клинические рекомендации – это мечтание мечтание медицинского сообщества о том, как можно было бы лечить, если бы было столько денег, сколько нужно. Дальше происходит выжимка клинических рекомендаций в определенные, ну скажем, стандарты, подходы, неважно, которые, алгоритмы, которые адаптируют клинические рекомендации под возможности системы. У нас этого механизма нет. У нас клинические рекомендации не проходит клиника, экономическую экспертизу. Соформирование ЖНВЛП не имеет ограничителей. То есть у нас нету порога готовности платить, который есть во всех разных странах. Вчера Венгрия включила порог готовности платить. Я говорю с тех стран, которые когда-то жили, как мы. У нас этого нет. И у нас вся индустрия категорически против. Все говорят о том, что вы ограничите приход инноваций. Да, мы ограничим приход инноваций. Но мы должны научиться из тех инноваций, которые есть, выбирать те, которые реальные инновации. У нас очень много лекарственных препаратов, которые входят в ЖНВЛП, в клинические рекомендации, в схемы КСГ. Они имеют крайне разную стоимость, но они имеют одинаковую эффективность. Они находятся в разных группах. Поэтому они по-разному высасывают деньги из системы ОМС. Хотя мы сами понимаем, что в ряде случаев они имеют тождественную клиническую эффективность. Вопрос, который надо ставить, что давайте приведем такие механизмы, которые будут одинаковые препараты по клинической эффективности, или, скажем так, препараты, не демонстрирующие дополнительную ценность, чтобы они стоили одинаково, по минимальной цене. Но пока мы это не можем сделать. Это требует отдельное нормативное урегулирование. Я думаю, что мы будем из фондов, из Государственной Думы какие-то механизмы придумывать. Но мы очень хотим, чтобы наша онкологическая общественность понимала это, я заканчиваю, понимала это и поддерживала, а не торпедировала о том, что вот Амелиновский или Царёва Ольга Владимировна, который сейчас будет выступать, вот она ограничивает приход инноваций, мы не можем больным оказать нормальную помощь. Это два вопроса. Увеличение денег и создание нормальной системы выбора лекарственных препаратов на основании их эффективности, а не только на основании цены. Коллеги, спасибо большое, извините, что чуть-чуть перебрал время.